Сегодня вечером будет интересное такое собрание, служение такое, здесь в Дмитрове, межцерковное, разных церквей, разных верующих вместе, и вот Сергей Бубикин, похоже, подойдет, он расскажет, если что, хотя у вас, наверное, вечером свои, наверное, какие-то занятия, подойдут некоторые наши, подойдут все. Да, ну, кто сможет, да, вот, подружечку здесь можно возбежать, все, хорошо, как раз и пишется, все, потому что тема такая, вообще, вот в этой поездке в Дмитрове, я уже бывал здесь, в Дмитрове, но вот у вас первый раз, хотя я здесь в реалии центре, но вообще в Дмитрове бывал, и, в общем-то, по моей маме, по матери, я, в общем-то, Дмитровский, получается, по матери у меня все росло отсюда, дедушки, прадедушки, прапрадедушки, короче, все были, Дмитровский больше, вот, а мама моя родилась уже в Пололжье, не в аре войны, переехали туда, на Волгу, и так не возвращались после Дмитрова, с тех пор, вот, и, то есть для меня Дмитров не чужой город, как бы, не совсем чужой, где-то даже родной, значит, и родня была здесь после войны тоже еще, но, как бы, я теперь даже не знаю, где они живы, не живы, вот, но, конечно, самое главное, хочется, чтобы были люди верующие, вот, независимо от того, где мы живем, где наша родня, потому что Бог спасает и нас, и наших родных, ближних, наши семьи, даже вот есть обетование, на которые верующие часто ссылаются, да, что спасешься ты сам, спасется дом твой, вот, и мы часто молимся, я тоже молюсь об этом, и молюсь о том, чтобы в семье, в родне моей, чтобы никто не ушел в вечность без того, чтобы не примириться с Богом, чтобы не покаяться, не возродиться, не спастись, потому что самое, наверное, обидное и неприятное уйти с этой земли, так и не пережив духовного возрождения, спасения, потому что это самое главное, без этого и жизнь, она же, как бы, напрасно, жизнь, люди, порой, зарабатывая большие деньги и достигая больших положений в обществе, в конце жизни часто об этом, как раз, и думают, что без этого есть в жизни самые важные вещи, гораздо более важные вещи, чем, ну, те, о которых люди думают, что это самое важное в жизни, вот, многим кажется, что это, допустим, деньги важные, там, и еще что-то, вот, но люди, достигая и больших денег, и большого положения, вдруг понимают, как правило, и пишут об этом, и говорят, что, признают это, что на самом деле есть вещи гораздо более важные, ну, и самое важное, это спасение, это жизнь наша с Богом, гармония, да, вот, примирение с Богом, примирение с людьми, вообще, все самое главное в Библии выражено очень интересно в двух заповедях таких, да, возлюбить Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем помышлением своим, разумением своим, всеми силами своей души любить Его, а вторая, подобно ей, любить ближнего, как самого себя, и больше всех заповедей нету, то есть, это самое главное, можно в Библии все забыть, но это забыть никогда нельзя, это самое главное во всем Писании, на этом строится и вся Библия, вся вера наша, все пророки на этом основывались, если не настоящие пророки, конечно, если это, ну, Божьи люди, вот, и если это не основано на вот этих двух китах, как бы, да, на этих заповедях, то это уже не настоящая вера, не настоящее уже и пророчество, не настоящее христианство и, а подделка, да, и поэтому, чтобы нам не сбиться с курса, надо держаться вот этих главнейших вещей в жизни Библии, в нашем учении, слава Богу, но, коль вот Господь дал возможность быть здесь, в центре, да, в таком, значит, духовном возрождении, там мы как, реабилитация, как называется, центр ваш? Центр духовного расцена восстановления. Восстановление, ага, замечательно, и возрождение, и восстановление, да, это все хорошо, слава Богу, и, ну, самая суть, вот, именно, что Господь, Он наш освободитель, Господь, Он наш целитель, наш освободитель, и, вот, мы держимся Его, вот, и, хочу просто начать Его поблагодарить за все, за все. Спасибо, Господь, за эту встречу, спасибо, что Ты собрал нас вместе. Благословенный Владыка наш, Бог наш, Царь Вселенной, благодарю Тебя, Господь, за мои братья и сестер, благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты возлюбил нас, возлюбил этот мир, и отдал Своего Сына, Иисуса Христа, за всех нас. Благодарю Тебя за кровь святую, пролитую на Голгофском кресте, благодарю Тебя, Господь, за искупление, которое совершилось там, Господь, благодарю Тебя за смерть Сына Твоего, за нашего Господа Иисуса Христа, умершего, сошедшего в ад и воскресшего. Спасибо, Господь, за Твой дар вечной жизни. Спасибо, Господь, Боже, за Твое освобождение, за Твою свободу. Спасибо, Господь, за Твое восстановление. Боже, благодарю Тебя, что Ты сегодня нас собрал здесь, Господь, как учитель наш. И я прошу Тебя, Господь, помоги мне сегодня, Господь, донести Слово Твое, Твое послание, Господь, Боже, и свидетельство, Господь, Боже, в истине, в любви, Господь. И то, что, Боже, от Тебя, Господь, пусть это возрастет в нас, в наших судьбах, в нашей жизни. То, что не от Тебя, Господь, пусть это засохнет, Господь, не имеет никакого плода. И пусть, Господь, Твое имя прославится в наших судьбах, Господь, в церквях, Господь, Потому что Тебе единому вся слава. И пусть Твой Дух Святой сегодня, Господь Божий, Он здесь действует, как Дух Свободы, Дух Освобождения, Примирения, Благодати Твоей, Господь. Спасибо Тебе за все. Благодарю Тебя, Господь. И в эти дни, Господь, когда миллионы людей, даже неверующих порой людей, но вспоминают о воскресении Христа, вспоминают о Пасхе Твоей, Господь, о Дне Искупления Божия, я прошу Тебя, пусть в эти дни, Господь, множество душ, не просто вспоминая об этом празднике, Господь, проживут эти дни, но, Господь, переживая Тебя, Твою свободу, Твое освобождение во имя Иисуса Христа. Протяни свою руку, Господь, на соделанном чудеса знамений, именем Сына Своего Иисуса Христа, Господь, и здесь, в Дмитрове, Господь, и во всей Руси, Матушке, Господь Божия, пусть не пьянка, гулянка и мордобой, но пусть, Господь, имя Твое Святое, Господь Божий, Дух Твой Святой, Господь Божий, и пусть хвала Тебе будет, Господь, во имя Иисуса Христа, в этих дни. Аминь. Слава Богу. И, вы знаете, пасхальная тема, она такая бездонная, безграничная, но я хочу ей поделиться как раз, собственно, сегодня. Потому что наш Господь, Он есть Бог Пасхи, Он есть Бог Исхода, Он есть Бог действительно освобождающий, Бог освободитель. И вот на Пасху, наверное, об этом стоит всегда говорить, особенно, об этом стоит всегда говорить, вообще, в любой день. Но сама Пасха и предпасхальные дни, там, пасхальные дни, они сами собой как бы просто побуждают об этом говорить христиан. Вот, не лишний раз сегодня стоит Бога прославить, за все поблагодарить, вот, за Его Пасху, за Его свободу, за то, что, как вот в древности, была кровь ягнят, этих агнцев на косяках, вот, дверей тех верующих, тех евреев, тех неевреев, что поверили Бога Израилева. Вот, защиты была, сегодня на косяках нашего сердца, нашего разума, наших семей, наших домов, кровь не ягнят уже, а кровь самого Иисуса Христа, агнца Божьего. И поэтому, вот, действительно, это святая тема и святые размышления сегодня, слава Богу. И я являюсь священнослужителем, потому что первый раз надо представиться, все-таки тоже, являюсь священнослужителем православной реформаторской церкви, и вообще, уже более 25 лет являюсь служителем православной церкви. Раньше был священником традиционной русской православной церкви. В 88-м году начал свое служение, в начале 88-го, вот, и, вот, как раз перед постом тогда, вот, 88-го года уже начал свое служение. В начале, как дякон, потом в 91-м году уже стал священником сам и служил тогда, как чтец, как дякон, служил в Орловской области и в Московской области. Московская, это Сланошногорск, вот, значит, как, с остальной Москвы, как въезжаешь, там храм такой, Никольская церковь, да, да, вот, в этом храме, в этой церкви я как раз служил, тогда было там настоятелем отеца Ан, Паташинский, вот, и, в общем-то, у него я как раз тогда и служил, вот. А первый храм, где я начинал свое служение, это, вот, тоже Никольская церковь, только в городе Орле, тоже как с Москвы въезжаешь, говорю, вот, тоже, кстати, с левой стороны, значит, тоже храм. Тоже Никольская церковь, значит, и, ну, так получилось. И, при том, вот эти, оба настоятеля этих храмов, оба Иваны были, отцы Иоанны, значит, и оба стали друзья, оба Западной Белоруссии, оба учились в жировицах, оба, значит, там, прошли, как бы, путь определенный такой жизненный. И, оба были тогда уже люди немолодые, уже пожилые были тогда, значит, и я как молодой, вот, такой служитель, начинал именно у них, у этих двух Иоаннов. Да, интересно очень было время, значит, и вот, и до 96-го года, с 91-го по 96-го я служил священником традиционной Русской Православной Церкви, Московского Париархата, и потом, по идейным соображениям, вышел из Русской Православной Церкви. В 96-м году это было, это уже было, как священниками я служил в Рязани, Рязанской области и Брянской области. То есть, вот, в четырех областях, в целом, поработал, послужил на приходах, очень разных приходах Русской Православной Церкви. И в 96-м году, ну, я, может, об этом расскажу как-то, даже чуть, значит, именно по идейным соображениям, вот, потому что я больше не мог, как бы, уже совесть не позволяла мне дальше продолжать мое служение. Потому что многие истины библейские мне открылись в то время, которых, ну, я, через которые я не мог перешагнуть уже в своей личной вере и уже в церковной вере моей. Значит, потому что я, допустим, в 96-м году через Библию, через Слово Божье разучился, фактически, в личной молитве, молиться, допустим, кому-то еще помимо Господа. Одно из мест Писаний, которое открылось мне тогда очень серьезно, это было, вот, 1 Тимофея 2.5, где говорится, чтобы ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. И вот в своей личной молитве я стал обращаться только лишь к Господу, ну, не сразу так, а постепенно. Все меньше и меньше я уделял времени святым, определенным, значит, там, и матери Господа Иисуса Христа, а все больше времени самому Господу. Ну, однажды пришел к такому пониманию, что, и к практике, что я только лишь к Богу молюсь, и я понял, что только так я и буду дальше действовать. Но в церкви я был обязан, исполняя обязанности священника, настоятеля храма, я был обязан служить и молиться разным святым, как бы, и я не мог это больше, как бы, нести. Уже совесть не позволяла уже. И я объяснил начальству, что я по единому соображению просто не могу больше исполнять обязанности священника, православной церкви русской. Ну, как бы, подумали, что я, ну, ладно, пару месяцев отдохнешь, значит, вот, значит, ну, это было не от перетомления совершенно, это было потому, что, значит, действительно, уже было переосмысление веры моей, было понимание, что нужно иметь веру не просто христианскую, не просто веру церковную, а веру Божью. То есть верить так, как сказано в Писании. Вот того, как будет верить так, как сказано в Писании, из череп потягут реки, воды живой, Иисус говорил. И вот это я понял так, что нужно верить в Него, в Господа, не просто как вот научен, не просто как традиция говорит, не просто как мне моя, может быть, совесть и ум подсказывают, а как Божье Слово говорит. То есть, как, допустим, о человеке, да, я так рассудил тогда, к примеру, о любом из нас, да, люди могут иметь разные представления, да, совсем. А представьте, допустим, если вот обо мне бы имели бы вам кто-то пришел, допустим, и понарассказывал всякого, да, обо мне. Другой пришел бы, другого понарассказывал, третий-третий понарассказывал, и у вас была бы картина, ага, что же такой же человек такой, как бы. Вот, значит, но было бы правильно, если бы, вы сказали, а вот мне с телефона, я хочу лично позвонить, поговорить или пригласить, поговорить лично, вот что же он лично расскажет? И когда человек, допустим, пример, мне тоже говорили о некоторых людях, ну, не хорошие вещи, да? О тех людях, которых я хорошо знаю просто. Просто было в компании, в разговор, и не знали, что я этих людей знаю хорошо. Вот. И не первый год как бы. И знаете, и мне было, во-первых, неприятно, что при мне говорят об этих людях, которых я хорошо знаю, неправильные вещи, совсем не. Прямо, диаметрально противоположные. Они не такие совсем, эти люди. Я их просто лично знаю. И потом я дождался, когда можно было вставить что-то, и я, значит, рассказывал, говорю, знаете, вот, то, что было сказано, говорю, это неправильно. Потому что я лично знаю. Я не сужу по каким-то телепередачам, по каким-то высказываниям. И, знаете, вот в 96-м я читал как раз одного из отцов церкви, Амвросий, медиаланский архиепископ. Он, значит, в городе Милан, в Италии. Итальянский один священнослужитель, очень известный, он писал интересные очень даже такие размышления. И он писал так, что о Боге нужно судить не по чужим словам, а по его собственным. Вот примерно так мысль была. Я сейчас не помню дословную там как бы, но вот примерно так у его мысли звучало. Что о Господе, о Боге, да, нужно судить именно не со слов других людей, не по словам других, а то, что он сам о себе открывает, по его личным словам. Это будет правильно. Иначе можно неправильную картину представлять вообще о Боге. Неправильную иметь о Нем мнение даже. Ну, это одно из, вот, то, что откровение того 96-го года в моей жизни. Еще одно откровение было, что, почему я, собственно, решился на выход, не только это, конечно, были еще другие откровения. Допустим, я крестил младенцев. Вот, вот, у нас младенец есть, значит, в собрании. А сколько ему, кстати, это? В понедельник 6 будет. А, вот полгодика, отлично. Крещение. Крещение, ага. Вот, вот и батюшка, что мешать крестить. А как зовут ребенок? Миша. Миша, о, Михаил. Да, это же древнее еврейское имя такое. Михаэль, буквально кто как Бог. Значит, да, кто как Господь, да. Как бы, боевой клич такой был, ангельский. Есть такое предание, значит, Михаил, архангел, он считается покровителем Израиля, значит, и считается, что когда ангела отступили, ну, часть ангелов не была проблемой там, с бунтом, значит, то, значит, Михаил, значит, он как раз взял, как бы, ситуацию под контроль, значит, и воскликнул другим ангелам, кто как Бог наш, как бы. Вот, значит, и очень хорошее имя такое. Да, вот, и представьте себе, значит, допустим, пример, вот батюшку, да, вот Михаил маленький, значит, полгодика всего ребеночку, да, значит, что он еще понимает? Ну, по-сому понимает, конечно, у него свой мир какой-то, да. Вот, возьму его сейчас по кричу, допустим, значит, да, ну, а что ему, как бы, с того, что, как говорил один поэт тульский, современный, без меня, как меня крестили. Вот, как есть, без меня меня женили, да. Не обидно ли это, да, как как бы, но еще более обиднее, когда без меня меня крестили. Вот, значит, потому что, вот, действительно, нужно иметь самому это личное переживание. У меня вот трое сыновей, у меня три дочери, три сына, шестеро детей у нас в семье, да, слава Богу. Вот, за своих сыновей я не могу, допустим, вот, вот сейчас Аша идет в армию, я не могу за них принять присягу в армии, да. Они должны сами это сделать, это их воля, их решение там, да, но, вот, если присяга перед государством, она вот так вот ценится, да, уважается, что сам должен человек, это гражданин принять, да, а тем более присягу перед царем царей, перед Господом Господствующим, перед Небесным Отечеством, да, вот, она должна быть, действительно, волевым решением самого человека. И вот в Писании, я внимательно тогда, как раз, знаете ли, так, Бог просто обратил меня в Писание в то время, как раз, в 96-м году. Я читал о крещении, как раз, выписывал себе, значит, размышлял над этим много, вот везде, где говорится о крещении, везде говорится, действительно, так или иначе, о решении самого человека, о вере самого человека, кто будет веровать, да, и креститься, спасем будет, кто не будет веровать, осужден будет, да, то есть, вот, принцип веры должен быть, значит, и не просто кто не будет креститься, а кто не будет веровать, будет осужден, то есть, вот, первая вера, и вот, потом, еще, спустя годы прочитал Чарльз Сперджина, беседы, король проповедников его называют, он очень много проповедовал Слово Божье, и он говорил так, очень мудро подчеркнул эту мысль, что, говорит, вся Библия учит нас тому, что не крещение приводит к возрожденной жизни, а возрожденная жизнь приводит к крещению. И, знаете, вот, и я так тоже рассудил, вот, когда человек, он, вот, как сейчас, допустим, да, вот, верующий человек, да, пришел, если, вот, любой гражданин, да, пришел к Богу, да, покаялся, принял Иисуса Христа, вот, узнал, что Бог есть, ищущий мне его, сдает его, действительно, это все правда, не по купе, думали там, это все реально есть, и что Бог любит меня, что Иисус Христос за меня пролил свою кровь, принимает Христа, но, а потом, вот, если он действительно это все, не по нарожку, говорится, а по правду, что он все это принял, осознал, то его следующим шагом будет, он читает Библию, вникает в это все, так надо креститься, у него будет желание сделать то, что сделали первые верующие, первые христиане, по вере уже в Иисуса Христа, и я, значит, скажу, что действительно, это правда, и вот, кстати, с армейской действительностью, если сравнить, приход к Богу, покаяние, это как будто на карантин попадают ребята, но еще, как бы, они вроде в форме, ходят в столовую, значит, там, что делают, значит, да, но они еще не, с них спроса не было, вот, значит, и потом приходит время присяга, и они уже солдаты, да, и вот здесь то же самое, когда человек покаялся, да, принял Христа, он еще как будто на карантине какое-то время, вот, да, он ходит в церковь, он, значит, он, да, среди верующих, да, и он много может сделать для Господа, слава Богу, но, вот, больше благодати, ответственность, конечно же, да, и больше благодати, именно тогда, когда он уже, как полноценный солдат уже, да, он принимает крещение, это, как обещание служения Богу доброй совести, просто многие христиане из нас, как бы, забывают об этом, что мы дали обещание, вот, но Господь помнит об этом обещании нашем, и поэтому верующим очень полезно принимать участие в крещениях, быть свидетелями крещения, я, наши, всегда в Киеве, когда мы проводим крещение, я всех собираю, говорю, и объявляю, чтобы все собрались, неважно, когда он был крещен, потому что, когда мы смотрим, молимся за это все, да, и присутствуем, мы, как бы, вновь вспоминаем наши обещания, да, значит, наши заветы с Богом, значит, и обычно мы молимся тоже, не только за крещаемых, но и за весь народ молимся, вот, то есть, надо напоминать себе эти вещи, как вот, ну, на холодильнике вешают, допустим, напоминалки такие, допустим, да, купить молоко, там, значит, там, что-то еще сделать, а вот нужна такая нам напоминалка такая, именно вот, как раз именно, что я обещался служить Богу, обещался служить Христу, доброй совести, вот, значит, это очень важная напоминалка такая, а в Библии даже такие были напоминалки, значит, именно, действительно, на себя вешали молитвы, навязывали на руку, чтобы это было действительно, ну, в прямом смысле даже делали это, чтобы это было напоминанием таким, верой, напоминанием, на входе в дом вешали, там, Мезузу, молитвы эти, чтобы это было напоминанием, что дом посвящен Господу. Но в нас должны быть сегодня, во времена благодати, напоминания должны быть такие внутренние. Когда мы молимся, мы говорим, Господь, я сегодня утром молюсь и говорю, Господь, я обещал Тебе служение доброй совести, и я обещание буду держать, я сегодня буду тоже служить Тебе, значит, благостави меня, благостави мое служение Тебе. Аминь. И знаете, и в 96-м, по другим еще соображениям некоторым, я отказался от многих других вещей, некоторые мои коллеги даже говорили мне, ну, ты стал протестантом. Видимо, он общался с протестантами, сам стал протестантом. Я говорю, позвольте, а это что, для протестантов описано, что ли? Это что, апостол Павел сказал, вот это послание для православных, а вот это для протестантов. Вот этот абзац для православных, а потом говорит, а вот этот абзац уже дальше для протестантов. Да вы что, говорю, это для всех нас. Это не то, что для кого-то, для баптистов, для харизматов, писядников, адвентистов, кого-то еще нет. Это для всех христиан. Независимо от того, как мы там называемся, это вопрос больше там исторический, политический, религиозный, но по совести-то Бог один, да, и Господь создавал свою церковь, хотя много церквей на самом-то деле по совести-то, но по большому счету церковь-то она одна. Да, и поэтому и Слово у нас одно, Божье Слово для всех, и один за всех, да, вот Иисус Христос, и все за одного, в общем-то, один за всех, все за одного. Поэтому это что относится к христианству гораздо, наше отношение к Иисусу и Иисусу отношение к нам. Вот, а сам Христос говорил, что где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди, говорит. Поэтому вот даже сейчас здесь вот мы собрались, да, вот, и я думаю, что большинство во имя Иисуса Христа собрались, да, и ради Христа, я лично ради Христа приехал сюда, не ради даже, ну, ради вас, конечно, послужить вам, да, как-то помолиться тоже за вас, но поделиться словом, но вообще-то по большому счету это даже ради Христа побольше. Потому что я хочу, вот, как христианин, как верующий, хочу, чтобы вот даже с поездок, встреч каких-то, была бы польза людям какая-то, духовная польза. Вот, хорошо, конечно, так просто пообщаться, обо всем поговорить, значит, о природе, погоде, но самое лучшее, это действительно поговорить о самом важном, о самом насущном, слава Богу. И вот, скажу, да, и еще это все пишется на видео, наши тоже братья посмотрят, значит, потому что мы сейчас в Киеве начали тоже служение, не в самом Киеве, а за Киевом, там, Велик и Дымерка из всего есть. Вот, начали служение, вот, похожее тоже, и один из наших священников, сейчас он там служит как раз в таком служении, значит, и люди проходят тоже восстановление, реабилитацию, освобождение, слава Богу. А раньше у нас не было такой практики, раньше обычно мы, если люди нуждались в таких вот, как бы, стационарах, там, или, допустим, там, вот, такое, именно освобождение таком, да, то мы обычно отсылали в какие-то, ну, уже существующие реабцентры, их очень много тоже и в Киеве, и за Киевом, очень много. Вот, но теперь вот пришло время, видимо, что и самим начать такое служение, потому что, действительно, ну, мы с тем столкнулись, что, как бы, народ нуждается в таком служении вообще. Да и у нас специфика нашей церкви, информация о православной церкви, но народ-то в основном, ну, пьянствует, и в основном, там, и наркоманит, и все, и среди священников, ну, скажем так, не пьяницу найти очень сложно вообще, очень сложно. И в Украине, ну, в России тем более. Я просто знаю, были четыре области, хорошо. Ну, тогда я новых священников мало кого знаю, конечно, вот, а вот знал те, кто, по крайней мере, до 96-го года служил, вот, Московская область, значит, много знал священников, десятки, хорошо знал, сотни, так, более-менее, так, до сотни, наверное, священников разных знал. Вот, значит, по Московской области, Москве, значит, Орловская епархия, Брянская, Рязанская, и вот среди них, вот тех, кого я знал, ну, скажу так, в процентном отношении не знаю, как, значит, ну, почти все были пьяницы, почти все. Ну, в основном, бытовой алкоголизм, и, значит, скажу, даже порой наркомания тоже, значит, там есть. Вот, среди священников я имею в виду, и среди монахов тоже, очень большой процент тоже алкоголизма. Вот, вот, но выход какой? В Иисусе Христе. Рязы не спасают, как вот говорил один, там, украинский реформатор, Григорий Савич, такой был, Сковорода, в 18-м веке. Да, 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 вот, был очень такой был мудрый человек, вот, такой фан-философ, вот, такой, и, значит, учитель, значит, и он, когда в Харькове жил на Холодной горе, последние годы своей жизни, там, то стихотворение, там, одно написал, оно по-русски звучит примерно так, что Ориаса, как мало кого-то сделало святым, как бы, и как много святых ты сделал не святыми. Ну, что-то такое. А ему, когда написали письмо туда, в Харьков, значит, с Киева, с Печерской лавры написали, и, значит, написали, вот, Григорий Савич Приезжайте в лавру великую, будете столпом веры, в лавре великой, что-то такое, ну, красиво, очень, послание написали ему, вот, и, значит, ответ был Григорий Савич такой, очень такой резкий, конечно, он такой был, на язык очень острый был, написал, значит, Довольно вас, говорит, столпов окаянных в этой Вавилоне великой, говорит, там, вообще, там, он, правду матку резал, без ножа, вот, а почему он так написал, потому что, как раз, вот, он, ну, он был, вообще, затрезвый образ жизни, а лавра отличалась, как раз, именно, янкой, гулянкой, в то время, в 18-м веке, очень сильно отличалась, вот, на всю Украину славилась, ну, имела дурную славу очень, и, поэтому, написал, что, значит, что, вот, у вас столпов окаянных в Вавилоне великой, вот, И, действительно, вот, значит, потом, значит, доходило, что даже комиссия приезжала из Петербурга, ну, говорят, по жалобе Сковороде, я не знаю точно, может быть, это не он, может, кто-то еще, ну, с жалобу, Приезжала комиссия, там, даже под арест отправили, значит, многих монахов, потому что, даже занимались поножовщиной, даже, даже углисты были, значит, там, значит, просто попьянки, в основном, среди монахов, вот, и, не только в 18-м веке, даже, вот, начало 20-го века, был такой профессор Голубинский, Он преподавателем был Санкт-Петербургской епархии, семинарии Академии Духовной, очень известный был профессор, его публиковали в конце 19-го века очень много, сочинений Голубинский, И он написал такое, как бы, статью написал, ну, ее публиковали в разных, тогда, газетах, и после этой статьи его забраковали, он впал в немилость, как бы, и его стали мало приглашать куда, преподавать, значит, а почему? Потому что он написал правду, он написал, что, вот, вот, про Санкт-Петербургскую, тогдашнюю столицу, тогда была столица Санкт-Петербурга, до революции, значит, это было, как раз, начало, первые годы 20-го столетия, И он написал, что, фактически, в епархии не найти трудно, не найти трезвого священника, значит, огульное пьянство, значит, оно губит церковь, и он написал, что первое средство для улучшения церкви, как бы, улучшения быта, я не помню, там, дословно, как он так красиво написал, как-то быта церковного, как-то улучшение, это трезвый священник, что люди должны увидеть трезвого священника, непьющего, значит, и, ну, там все священники запротестовали, как же так, это древние наши традиции, и пей да не упивайся и все и даже по уставу монастырскому положено даже время постов одна выходные две чарки вина а чарка от литра до трех литров вмещает поэтому и градусы там не обозначаются поэтому все это было поводом для алкоголизма для пьянства но Голубинский был прав хотя он там по сути его не репрессировали но его перестали публиковать перестали приглашать после этого он уже до самой революции он был как бы никому неизвестным фактически уже профессором лишь за правду за то что он написал вот такую статью и ее опубликовали в больших газетах журналах тогдашних хотя многие священники потом уже прошли годы когда и вот уже после революционного времени писали что если бы тогда бы прислушались бы если бы тогда бы не знаете ли не его бы отстранили а взялись бы за ум бы действительно священники бы то не пропили бы тогда бы и совесть и Россию бы и церковь не пропили бы вот значит а потом репрессии эти и уже на нарах уже в ЧК там многие уже священники задумывались каялись обращались но знаете ли уже как говорится поздно пить боржоми когда уже вот уже все здоровья нет значит и здесь хотя конечно же и покаяние уже на последнем вздыхании это тоже покаяние конечно слава Богу но лучше конечно каяться когда еще есть возможность еще и работать над ошибками когда есть возможность что-то ну как принести плоды какие-то покаяния поэтому вот мы по поводу реабилитации молились и вот Бог там одного из наших священников вот имел ну бывший алкоголик значит вот Господь его освободил значит прошли годы и вот сейчас он взялся за этот хрун слава Богу Господь взял делателя в любом деле нужны какие-то призвания нужны делатели вот ко всему буквально ко всему нет человека вот призванного да нет служения просто-напросто можно организовать но оно не будет действовать и вот служение реабилитации служение реформации там неважно православной протестантской это это по сути служение знаете исхода вот это Пасха это вот тема собственная вот такая сегодняшняя тема Пасха исход и наша Пасха вообще написана апостолом Павлом Колимфиным это Христос то есть наша Пасха это сам Иисус Христос сегодня и это означает что сам Иисус Христос как вот в древности был Моисей он сегодня руководитель этого исхода только Моисей он был спасителем для только своего поколения потому что в то время каждый еврей и там и не еврей который поверил бы Моисею как пророку Божьему да как посланнику Божьему и значит послушался бы Слово Божьего и пошел бы он был бы спасен но кто не послушался бы то кровь его была бы на нем и вот в основном евреи обратились покаялись пошли за Моисеем но были и те евреи которые не приняли посланничество Моисея есть такое предание еврейское рассказывающее нам о том что часть народа так и не приняла послание Моисея даже после таких чудес казни таких египетских все равно они то есть люди ожесточаются порой и это не зависит от национальности знаете ли вот часть народа еврейского не приняла это вот и археологи уже в наше время уже в 20 веке допустим они нашли очень много подтверждения этому преданию теперь это уже не просто предание теперь это уже факты науки исторической археологии нашли следы присутствия евреев там больших поселений тысячных поселений вот значит и после времени великого исхода то есть после того когда совершился великий исход то есть это не просто предание это действительно исторический факт а с другой стороны в Библии говорится о тех неевреях что вышли тоже вместе с народом Божьим они вышли вместе с Моисеем вышли с евреями они перешли тоже море вот и они были значит вот там у горы когда Бог давал заповеди то есть они совершили исход они часть народа Божьего даже поэтому некоторые говорят вот Пасха это больше там еврейский праздник это праздник верующих в первую очередь не важно даже какой то национальности это праздник верующих потому что не важно ты еврей если ты веришь в Господа если ты веришь в Бога если твое сердце не лукаво ты идешь за Господом то ты совершаешь великий исход и знаете здесь это в те времена это было так а сейчас это наипаче потому что наша Пасха сегодня это сам Иисус Христос и вот как тогда Моисей был руководителем этого исхода сегодня Иисус Христос является руководителем этого исхода и вот уже два тысячелетия совершается великий исход из царства тьмы в царство света потому что Египет это образ греха проклятия фараон это образ самого дьявола или же там его там сатрапов этих дьявольских то есть получается что Египет это знак вот для нас сегодня рабства и всего худого из чего нас Бог выводит у каждого свой Египет какой то у кого то рабство было очень страшным у кого то было так ничего себе Моисей вообще грех жаловался было ну кроме его раннего детства а так в общем то он прожил то как бы 40 лет по крайней мере первых в своей жизни как бы как говорится как сыр в масле и в общем то как принц египетский поэтому он как бы не испытал на своей шкуре там всех этих прелестей да насчет вот этого рабства но все равно исход это не просто некоторые говорят а Бог нужен только лишь тем кто вообще как бы уже упал ниже плинтуса вот им нужен Бог ерунда Бог нужен всем просто обычно как раз мы когда достигаем вот этого уровня плинтуса уже обычно тогда их как раз серьезно задумываются то что нам нужен Бог вспоминаем об этом обычно а яхтер Бог а в Украине говорят тогда Бог гром не грянет когда мужик не перекрестится и вот когда ну а реально Бог нужен всем абсолютно всем просто периоды кризиса какого-то такого да какого-то стресса такого падения страха какого-то это ну просто люди об этом думают серьезно думают как помните там есть у Евтушенко такие стихи интересные значит их в Союзе даже запретили публиковать тогда как раз о вере значит и значит вот с этим был творческий вечер Евтушенко на его новой родине уже там в Америке в Калифорнии в Сакраменто вот был творческий вечер его в церкви дом хлеба вот хаосомбрэд пастор Саша Шевченко да он пригласил Евтушенко чтобы он провел такой именно творческий христиан христианский вечер и собралось очень много людей сразу в церкви были не только дом хлеба там было много гостей было вот и он опять свои старые стихи читал как раз и новые стихи некоторые читал вот он уже уже много лет является председателем вот этого союза писателей и поэтов значит русскоязычных славянских сша вот и канады то есть очень там много публикуется вот я ради даже интереса в Нью-Йорк зашел в магазин книжный и спросил Якушенко о целый ряд я удивился вот это да и на английском и на русском значит и и вот у него есть из ранних его стихов там он писал там в окопах атеистов нет там я даже не помню дословно записал себе даже ну вступление понравилось мне в окопах атеистов нет значит он там пишет как бы письмо ветерана молящегося молящегося коммунист ну как бы в союзе это было как крамола как молящийся коммунист значит не может быть вот значит а действительно я со многими ветеранами общался вот и когда уже так знаете вот уже не просто там где-то там как Тимуровец где-то да значит общаешься или как школьник там или там или где-то там на встрече а когда ты общаешься уже близко доверительно да то люди рассказывают такие вещи подробности которых даже порой домашние не рассказывали эти люди просто мне еще как священник по специфике да такой полагалось как бы выслушивать некоторые вещи которые обычный гражданин не рассказывает как бы на публике такие вещи и или же скрывал как бы многие вещи в своей жизни вот ну было дело вот начало 90-х я принимал исповедь некоторых атеистов которые всю жизнь были атеистами и всю жизнь упоминали по сути Бога и на Бога и на верующих так одна из них была женщина вот и она была пенсионерка уже тогда в 91-м и она всю жизнь была значит такая воистовущая атеистка вот и преподавала марсизм ленинизм и в университете марсизма ленинизма работала много лет и была там имела научной степени представьте себе то есть большая семья тоже и дети там у нее несколько детей значит и все ну такие уважаемые люди один там был директором комбината в Москве тогда значит серьезный комбинат сейчас не помню точно вот значит другой был в Рязани то есть тоже один из директоров там какой-то большой там ну там были государственные такие большие предприятия вот значит кто-то был там в обкоме партии там одним из секретарей там не первый но какой-то там секретарь то есть такие как бы портфели и значит я почему детей всех узнал потому что они все приезжали как раз их мама умирала одним словом то есть и очень быстро рак ее съел значит она хотя бы была здоровой женщиной всю жизнь как бы не болела но как-то очень быстро в одночасье буквально за несколько месяцев она вся как бы сдулась вся высохла вся вот значит и врачи сказали осталось ей день-два и все вот и я поэтому как бы и вот получается вот познакомился вот с этой женщиной в таких условиях когда оставался уже день-два вот хотя сын подошел говорит в принципе даже врач сказал что возможно только лишь часы какие-то остались поэтому поторопитесь батюшек чтобы она удивила детей представьте себе сказала что она хочет чтобы они привезли священника неужели мама с ума сошла что ли она всю жизнь была против Бога всю жизнь атеистка преподавала мартизм ленизм значит в университете и попросила батюшку привезти ну как бы это слишком как бы было непонятно для них но они приехали да вот и а так получилось что в соборе там нас было должно было быть по штату семеро там реально только трое было сейчас тогда на все я занял только два храма была действующая значит вот наш Борисоглебский собор и там еще Скорбячинский церковь Локбищинский и все значит и так получилось что в тот день никого не было я один только был в соборе ну и как бы поэтому меня пригласили я поехал и вот я слышал из-за женщины очень интересные были такие я сам был знаете как кино посмотрел просто вот послушал судьбу человека вообще умирающего когда человек умирает да вот уже все уже она понимала что ей уже не осталось ничего вот значит хотя там я так понимаю ее подбадривали она видимо внутри уже понимала что все уже как бы но знаете вот она такие вещи говорила и так было было видно что она не передо мной даже кается больше а вот перед Богом кается просто нужен был ей вот батюшка священия чтобы возле нее вот чтобы ну как поддержка что ли какая-то что ли вот и она тоже признавалась представьте себе хотя всю жизнь была против Бога да но было У нее моменты, это некоторые моменты, когда она просто вопила к Богу. Никого не было, закрывала, значит, все, просто вопила к Богу. Хотя на публике доказывала, что Бога нет вообще, как это доказывала, убеждала. То есть вот, на самом деле, то есть Екатеринка прав, в окопах атеистов нет. А мой товарищ, он, ну, школьный, мы с одной партой даже с ним где-то почти год сидели. Он попал потом в Афганистан и чудом выжил. Чудом, потому что там с их батальона, значит, фактически никого не осталось в живых. Значит, так получилось, что их просто обстреляли и, значит, оставшиеся бойцы, там горстка, значит, буквально несколько человек, значит, солдат этих, офицеров, значит, они спаслись. Просто, значит, убежали, убежали, значит, и просто с горы обстреляли. И когда они убежали, впереди было поле, вот сзади горы, значит, с этих сторон, а впереди поле, значит, и там спасение, но там минное поле. И свои же минировали, минировали хорошо, то есть, как бы, значит, и в шоке. Вот люди спаслись вроде бы, а впереди смерть. И представляете, а самое интересное, что это как буквально вообще история, как нарочно не придумаешь. Один из тех, кто спасся, офицеров, ну, ребята, Светлана, молодые, а офицеры там были пожилые, значит, и вот этот офицер, который был с ними, среди спасенных, политработник. Значит, и еще он как раз накануне того, как их привезли туда, они совсем недавно были в Афганистане, значит, перед тем, как их отправляли в Афган, то, значит, он как раз проводил у них там политзанятия, и как раз атеистическое. Представьте, прям так вот специально не придумаешь, чтобы вот так вот было настолько прям близко. Вот отрицал Бога, доказал, что Бога нет, а здесь вот минное поле, сзади там враги, значит, и что, и мы стоим, ну, все в шоке. Значит, и этот офицер выходит вперед, представляете себе, значит, смотрит на небо, говорит, и крестится, смотрит на небо, атеист, коммунист, то, что доказывал, что Бога нет, стоит, значит, на небо и крестится. Мы, говорит, стоим вот так, разину в ртык, вот вообще, вот тебе политработник, вот тебе как бы офицер, значит, стоит на небо и крестится, и, короче, он пошел, пошел по полю, представляете? И там, значит, шли вот вслед, вслед, вот, значит, и они вышли. Вообще-то было, ну, было реально чудо. Ну, я когда это об этом услышал, я, кстати, тоже Сергей, кстати, зовут его, Волшев, значит, и, значит, я когда встретил его, ну, у него проблема очень серьезная такая, значит, он вообще и психованная сразу, значит, там, и, значит, ну, и не может без пьянки, значит. Значит, я встретил его, она, пьяная, значит, там, его, значит, и я говорю, ну, Сергей, ну, в церковь Бог пришел бы, вот, а я, говорит, такой видел, что, говорит, Инна, опять рассказал, говорит, вот тебе, говорит, сам Бог выбил, ты такой поражил, говорит, прошел, значит, смерть обманул, получается, тебе нужно точно у Бога будет сейчас, значит, в церковь прийти. Ну, я тогда служил еще в традиционном православном церкви. Но я тогда неправильно истолковал ему этот рассказ, я сказал ему, вот что крест животворящее делал, говорю, вот смотри, офицер перекрестился, поэтому крест спас его, значит, и вас спас. Но это было неправильное толкование. Уже прошли годы, когда, значит, в 96-м я уже понял, что неправильно я сказал ему тогда, что и потом когда-то встречал тоже, что, значит, не крест спас вас тогда, а сам Христос, говорю, сам Бог вас спас. Потому что Бог видел сердце ваше, значит, видел, значит, вашу веру, значит, там, пусть даже, там, как атеисты, а Бог все равно видит, Бог все равно видит веру человека, вот. И молитва, она, вот, в Библии, в иврите, там, в оригинальном языке Библии, на еврейском языке, ветхозавет написан, иврит, там есть молитва, переведена как молитва, допустим, но в буквальном, значит, переводе, она не молитва даже, а как крик, как стон, как вопль, то есть, вот, это не просто даже, то есть, молитва можно назвать даже то, что просто, ну, мы, как вот, стоним перед Богом, обращаемся к Богу, кричим к Богу, вот, значит, или даже даже не знаем, кому кричим, но просто кричим, человек кричит просто, Бог это видит все, слышит все, вот, и все молятся, и, скажу так, что не только люди молятся, вот, и животные молятся, и растения молятся по словам, все дышащее оно хвалит Господа все молятся по-своему и написано в Библии, что птенцы ворона взывают к нему Бог дает им пищу птенца ворона львы, написано рыкают, тоже молятся по-своему, тоже взывают к Богу и мы там смотрим мы дискаверили что-то еще там, программу про животных, Animal Planet они там смотрят, эти животные ходят, эти рыкающие что они рыкают, кто его знает а оказывается в Библии говорится, что они тоже молятся по-своему Богу, то есть тоже он может раз проснулся, там рычит Господь, ну дай мне сегодня мясо, да, ну не травку мясо, я не травоядный плотоядный ну и там Бог говорит ну ладно, антилопа одна отбилась от своего собрания, оставила ну пусть это, осмотри ее вот и все начинается вот, получается из молитвы даже в животном мире они тоже молятся растения по-своему молятся в Библии говорится, что деревья рукоплещат вообще Богу, значит там, значит, да, значит как, то есть у них по-своему тоже словословие есть к Богу но в отличие от животного мира растительного мира вот Господь вот нас создал по образу, по дубе своему и человек поставлен вот таким интересным существом в этом мире тварным Божьим вот как именно сыны Божьи как именно его дети но важно чтобы мы не просто были рождены от своих мам и пап а чтобы мы были еще рождены от Бога от Отца Небесного нашего вот потому что без этого нет настоящей жизни без этого нет только лишь прозябания значит и не настоящей и вот исход Божий исход это действительно Божье чудо Господь спасибо Тебе за все и благодарю Тебя за жизнь благодарю Тебя Господь за то, что Ты и сегодня тот же самый и сегодня спустя два тысячелетия Ты Господь Иисус Христос Ты выводишь измученных на свободу Ты спасаешь Господь Ты очищаешь нас от проказа нашей от грехов наших Господь Ты поднимаешь из мертвых из гробов наших мертвецов Господь Ты совершаешь это чудо Ты прощаешь грехи Господь и говоришь иди и не греши больше Ты Господь не осуждаешь человека Ты Господь оправдываешь человека Господь и благодарю Тебя за милость Твою за благодать Твою Господь спасибо за жизнь Твою и прошу Тебя Иисус Христос Спаситель наш Господь наш освобождай и сегодня в этом дне наши души освобождай Господь нас потому что кого Ты освободишь кто будет по-настоящему свободным человеком Аминь Аминь Слава Богу И вот Пасха вот в этом году вот по календарю вот нашему такому да гражданскому это будет 5 мая но есть календарь другой еще вот библейский календарь и библейский календарь это лунный календарь и как бы даты по этому немного по-другому отмечаются то есть Пасха по библейскому календарю она уже прошла уже по идее она прошла месяц такой был Ниссан Библию он даже даже сам сам Бог называет его началом месяцев года месяц Ниссан и после месяца Ниссан идет месяц Ияр вот сегодня вот уже 22 22 Ияра то есть уже заканчивается месяц Ияр после Ниссан идет Ияр месяц библейский календарь немного отличается от того чем мы пользуемся календарь но есть у меня в компьютере даже есть специально чтобы не как бы не высчитывать долго нужно срочно узнать допустим какую-то дату прошлого настоящего будущего вот там есть такая таблица очень простая программка таблица по календарю нашему юрианскому календарю григорианскому календарю и по лунному календарю все даты обозначены и вот сегодня 22 Ияра вот после месяца Ияр идет месяц Сиван в Библии о нем очень интересно рассказывается как месяц когда Бог дал заповеди Бог дал Тору Бог дал постановление свои правила то есть когда Он вывел из рабства тех евреев и неевреев что уверовали в Бога Израилева и пошли за Моисеем Он их провел путем определенным этот путь занял 49 дней исход занялся ну 50 дней фактически это сам путь и ожидание вот этих заповедей ожидание значит вот Торы когда Бог в 20 главе книги исход уже дал заповеди свои вот в 19 они были еще перед этой горой были возле горы и значит но 40 дней всего было путешествие а 49 дней это и путешествие само и ожидание время на 50 день после вот той ночи исхода совершилось чудо Бог дал заповеди на горе праздник Шавот или же недели по-русски или же Пятидесятница потому что на 50 дней после Пасхи отмечается день Пятидесятницы и вот 49 дней ожидания в Библии говорится что отчитайте 49 дней вот эти недели мы отчитываем эти дни отчитываем и этот счет еще называется на еврейском языке счет Омера или Омера дни Омера значит почему потому что когда храм существовал в древности то Господь повелел сделать следующее вот с первого урожая ну был ячмень значит да потом была пшеница значит и вот еще с ячменя брался первый сноб с поля собирался и вот первый начаток урожая первый сноб первая мука потом делалось там где-то ну порядка трех килограммов где-то в общей сложности в каждом должно быть в этом первом в первом приношении около трех килограмм муки так в целом получалось зерна муки значит и вот это каждый день приносилось по снопу значит каждый день отчитывался вот и считалось что эти дни были дни ожидания и вот что интересно когда Иисус воскрес он сорок дней был с учениками а потом сказал а теперь ожидайте обещано от Отца то есть получается как вот сорок дней вот было путешествие Израиля да из как бы из Египта туда значит в землю ну ничего не витаман но еще но как бы там где Бог дал заповеди и вот сорок дней уже в Новом Завете спустя 1200 лет после уже вот этого события на горе Иисус Христос когда воскрес он значит тоже сорок дней оставался с учениками своими являлся однажды написано более чем 500 братьев явился вообще вот и говорил о царстве как бы совершался такой исход такой знаете ли интересный очень как бы духовный исход такой совершался и он когда уходил возносился на небеса вот сороковой день он сказал то время когда оставались последние вот эти девять дней ожидания он сказал что а теперь ждите обещанного от Отца Духа Святого Дух Святой буквально как дыхание Бога Рох это дыхание Дух Рох Кадош Рох Акадеш Дух Святой Рох Адонай Дух Господний Рох Элогим Дух Бога вот и вот Дух Бога должен прийти был как раз на вот 51 получается и вот в день Пятидесятницы когда они были вместе там написано что было собрание не такое большое но человек 120 было мужчин и женщин там была мать Иисуса Христа там были другие некоторые женщины вот и там были 19 апостолов 11 и плюс они еще жеребьевкой избрали Матфея как бы недостающего еще брата и тех кто был все время как бы с ними поблизости и как бы вот это собрание ожидания вот этих 9 дней они ожидали обещанного Отца Духа Святого и именно на праздник Шевуот на праздник Пятидесятницы как раз Дух Святой сошел и вот интересно что День Пятидесятницы совершались большие служения это один из паломнических праздников вот Пасха потом Пятидесятница и осенью уже ну это Кущий Суккот назывался праздник еще когда значит именно день когда Покрова Божьего Покрова что ли Дни Божьего Покрова Божьей Шехины Божьего Покрова и вот значит три раза в году все мужчины выходят кто кто мог кто имел возможность в Иерусалиме были при храме были на месте жертвоприношений вот допустим семья Иисуса да когда еще ну с самого еще детства его вот каждый год на Пасху допустим были они в храме то есть были очень такие набожные получается религиозные люди такие потому что все люди такие ну как бы ревнители закона да вера они старались ну на Пасху точно быть в храме значит и семья Иисуса и Осипа Марии да значит дети были там в храме значит семья была такая ревностная такая семья была и потом на Пятидесятницу кто мог тоже приходили все значит и кто мог еще осенью и вот на паломнический праздник на Пятидесятницу собиралась масса людей ну Пасха это ажиотаж просто там в основном были жертвоприношения на Пасху лилось много крови знаете да потому что убивали животных каждая семья должна была избрать ягненка себе значит его привязывали несколько дней его держали как бы на таком как бы ну как в приготовлении таком десятого Ниссана это все совершалось привязывали ягненочка ждали смотрели его вот значит наблюдали за ним значит и вот четырнадцатого Ниссана это совершалось убийство ритуальное убийство обескрабливание значит и потом это мясо должны были запекать да значит и кушать вот если семья была маленькая допустим да то они должны были должны были с другой семьей еще тоже маленькой объединиться чтобы они за ужин могли целое животное уговорить нельзя было оставлять ничего до утра все что не съели надо было все не в холодильник а все в огонь все надо было сжечь поэтому чтобы не пропадало добро надо было объединиться с другой семьей но обычно семьи были большие в то время и съедали целое животное за ужином сейчас допустим если брать в обычных синагогах вот эти пасхальные седеры то обычно это очень скромный такой перекус легкий такой совсем встаешь с чувством голода как бы легким таким больше как бы символизм больше как бы там рассказа как бы но как говорится басни слове не кормят значит здесь нужно все таки и покушать а сам смысл был раньше именно хорошо поесть потому что впереди была дальняя дорога надо было очень крепко покушать вот я вернулся недавно с Кавказа у нас в Грузии тоже есть церковь в Руставе значит а вот недавно начали еще одну церковь новую в городе Царавани под Билиси возле Тбилиси уже значит и хотя и Руставе тоже недалеко в принципе находится от столицы и и там значит тоже традиционно как бы еда там это и хлеб значит и мясо овощи вот значит вино значит и все это вот как бы это традиционный а еще и сыр еще сыр и еда тоже вот значит традиционная такая сельская народная обычная еда значит и что интересно вот тоже рассказывал я о Пасхе они говорят о а если в следующий раз к нам приедете на Пасху и мы возьмем животное целое значит возьмем ягненочка значит и пойдем пойдем в горы значит и вот сделаем Пасху как вот давайте попробуем мне интересно даже в самом попробовать так вот съесть Пасху именно таким образом но наша Пасха это сегодня уже не ягненочек сегодня уже агнец Божий сам Иисус Христос наша Пасха и вот а в то время надо было съесть целое животное потом горькие травы подсоленная вода обычно еще ставится тоже на стол это означающие наши слезы что пролили мы в рабстве вот и в Талмуде говорится что каждый участник этого седра нужно его есть так как будто бы он сам вышел из Египта это очень-очень хорошо знаете оно очень дисциплинирует человек напрягается он думает что да я тоже часть этого освобождения вообще слава Богу не просто там отцы наши а что я сам переживаю эту свободу освобождения тем более в новозаветные времена и самый раз сам Иисус Христос наша свобода наша Пасха вот так тем более каждый участник этого седра он должен действительно не просто представлять себя а действительно переживать что да и благодарить Бога что Бог меня освободил вывел из рабства моего слава Богу вот и и даже во время тостов там пасхальных этих мы не просто вспоминаем то что было тогда во время исхода там казни египетские допустим да море стало пешеходом вот как там есть такой псалом яку пасуху пешешествов Израиль по бездне стопами гонителя фараона видя потопляема Богу победную песнь поим вопияше то есть мы увидели что фараон утонул все его войско потонуло а мы прошли как по суше в одну морскому прошли и вот но мы еще на пасхальном седре на пасхальном ужине мы конечно же говорим уже в новозаветном контексте о том что Господь сделал Иисус Христос для нас как наша Пасха о том что Он сделал лично в наших судьбах свидетельствуем обычно за столом кто присутствует свидетельством о том что Бог сделал в судьбе моей твоей в жизни каждого из нас вот и тосты совершаются по книге сход кстати совершаются вот можно в Библию вашу спасибо во временное пользование хотя как говорят у Папа сдачи не бывает шутка так хорошо так и вот еще шестая глава значит шестого стиха вот три стиха вот считаются как бы ключевыми вот именно в книге исход и вообще в Торе значит шестая глава исход шестой седьмой и восьмой стихи вот три стиха согласно и еврейских и христианских толкователей шестая глава исход исход шестая глава это слово которое Бог сказал Моисею и это слово которое Бог исполнил во время исхода шестая глава шестого стиха шестой седьмой восьмой стихи написано итак скажи сынам Израильевым я Господь и выведу вас из под иго египтян и избавлю вас от рабства их и спасу вас мышцы простертые и судами великими и приму вас себе в народ и буду вам Богом и вы узнаете что я Господь Бог ваш изведший вас из под иго египетского и веду вас в ту землю о которой я подняв руку мою клясу дать ее Аврааму Исааку и Якову и дам вам ее в наследие я Господь и точка аминь и вот вот эти три стиха они как раз в основе пасхального такого ужина пасхального вот этого еще то что Иисус Христос тоже сделал с учениками своими вот мы читаем тайны вечера это не просто была как бы такая на конспиративной квартире встреча какая-то нет это было именно пасхальное служение пасхальное домашнее такое действие потому что это делалось в семье но еще делалось также учителем с учениками любой раввин со своими ну учениками последователями толмидим то есть те кто изучали слово божье значит и они эти ученики они вместе с учителем совершали как правило это как семья как семейное действие такое вот именно на пасху самое главное было такое служение семейное именно на пасхальное и учители с учениками конечно на пасху делали самое такое близкое такое самое но конечно Иисус поступил немного не по регламенту он нарушил он даже снял верхнюю одежду значит припоясался помыл ноги ученикам хотя это не было принято не делали до него никто это это было нарушение как бы обычно наоборот учителю мыли ноги ученики значит вот даже сейчас допустим к примеру если вот ну ортодоксальные допустим раввины если совершают пасхальные вот сидят они кушают допустим вот в Яшиве допустим где-то ну по-нашему как в семинарии допустим и значит он кушает допустим а что останется они доедают они ноги помоют ну это хорошо его плечо поцелуют потрогают почти не как к отцу как будто бы он их отец только отец не который дал им жизнь такую материальную физическую а духовную такую жизнь поэтому они себя называют как бы именно учениками его а его учителем но Иисус он поступил вообще все по-другому сделал он сам помыл ноги ученикам и сказал что вот видите я вам помыл ноги вы делаете тоже не так как принято это у людей как заведено а делаете так как я вам показал пример и больше будет рабом вообще служителем вообще у вас то есть не все как в этом мире а все по-другому какие-то другие законы учреждал да совершенно другие интересно и вот и даже когда он послал учеников своих чтобы вот это совершить пасхальную эту вечерю значит он сказал им вот пойдете в город и вот вам знак вы увидите мужчину который несет воду и пойдете за ним и найдете эту квартиру этот дом где приготовите мне пасху вот но в то время увидеть мужчину на улице несущего воду было невозможно фактически это была женская работа чисто поэтому как бы даже если мужчина был одиноким он все равно нанимал обычно приплачивал какой-то женщине которая таскала воду потому что если бы он хотя бы раз в жизни нес бы воду его потом всю жизнь его все село или весь город его бы осуждали бы потому что он бы нарушил принятый этикет это не было в Торе это нет в законе это нет в Библии это просто народная традиция но которую считали уже религиозной традицией потому что это уже было освещено культурой у людей часто знаете вот такое и не только в любом народе такое происходит фактически в любой церкви это есть фактически очень часто мы свое человеческое но уже к чему так принюхались присмотрелись привыкли водоем порой за Божье вот хотя Бог здесь вообще ни при чем как бы и как бы это даже вообще даже как бы и в голову не приходило ему вот это просто наше человеческое просто то к чему мы привыкли многие предания есть хорошие предания такие неплохие есть такие нейтральные предания есть а есть опасные вообще предания которые прямо противоречат слову Божьему как бы Иисус обличал допустим своих современников таким странным таким тоже преданием что если бы допустим если ты имеешь родителей ну что-то случилось такое что ты допустим не хочешь им оказать почтение может быть у тебя обида какая-то на родителей я не знаю и ты допустим говоришь вот жертва на храм то чем бы ты от меня пользовался то что я могу содержать своих родителей но эти деньги я решил допустим отдать в храм то все такой человек по преданию тогдашнему по правилам по нормам он мог и не почитать своих родителей он мог не содержать своих родителей то есть это как бы получается я оторвал от своих родителей эти деньги значит я мог бы не было раньше пенсион пенсионного фонда не было пенсии родители, ну, как бы, дети содержат уже родители потом вначале дети, вначале родители детей поднимают, потом уже дети уже заботятся о родителе ну, да, боже, такой нормальный принцип, да вот, но но, когда вот такие представления у людей были уже к сожалению, вот некоторые раввины это, да и многие это оправдывали, говорили, ну, это нормально вот он, родители допустим, может он посеял негативное какое-то воспитание, вот, и вот сын уже он подрос, и он уже это отдает Богу на храм но, даже если он на храм много жертвует, это не повод как бы ему нарушать Божьи заповеди Божий закон, как бы к нему не относились родители, все равно вот, наши родители, даже наши мамы, папы, если они живы еще, да то мы должны до последнего дня отдавать им наш, это долг, вот обязаны, и даже написано, это одна из заповедей Бога вообще, вот почитай отца и матери, да и даже если обетование, будешь долголетен на земле, то есть, Бог обещает твои годы продлить ради того к примеру, ну, к примеру, ты вот родился, да на земле, и может Бог тебя определил так, вот, как бы, но прежде твоего рождения еще, как написано у Иеремии, да, допустим, ну, тебе 60 лет прожить, допустим, да вот, и все, ты живешь себе вот, но ты, допустим, заботишься родителями, да, ты, значит, оказываешь ему уважение всегда значит, почтение, то Бог там раз-то посвящается, ну, ладно, давай прибавим еще двадцатку, допустим, раз-то вот, к 60-ти годам а если, допустим, ты оказываешь ни почтение, ни уважение, то небесный совет может раз, ну, забрать у тебя какие-то еще года отчитать в пользу, там, другого, там вот, то есть, есть Божья тоже какая-то справедливость, Божья арифметика какая-то есть такая, и вот даже если человек, он не верит Бога но если он эти законы духовные соблюдает, то все равно он попадает под благословение, вот, даже если он сам не верит в Бога, допустим, да, вот например, атерист, но вот так вот он относится с уважением к родителю Бог все равно верно является своему слову, своим заповедем и он духовно его, ну, как благоставляет такого человека все равно и годами его благоставляет, я много очень знаю из таких историй, вот и Бог хранит порой таких людей, значит даже когда он должен был умереть уже, казалось бы все, все говорит о том, что он должен был умереть а он не умирает, и в огне не горит и в воде не тонет. Все, что с ним такое происходит? Человек не знает, а это ради того, что он оказывал почти не своей мамой и папе своей. Вот так вот. То есть это очень важно. Одна из заповедей Бога. Ну, куда уж важнее. И вот, значит, и когда ученики пошли в город, они точно видят, смотрят, идет мужчина, несет воду. Надо же, вот это да. Значит, и пошли за ним. За этим странным человеком. Точно нашли конспиративную квартиру, такую яблочную. Заходят, спрашивают хозяина. Учитель говорит, приготовить на Пасху. Где приготовить? И представляете, опять еще один стресс ученику. Он говорит, а уже все приготовлено как? Как будто бы все ожидал уже. Как будто он их ожидал, их ждал учителя уже. А знаете, что, мне было непонятно, почему вот так все произошло, пока не стало изучать историю Израиля. Оказывается, в Израиле были же разные, ну, на самом деле, мы их даже в Библии читаем, да? Были разные такие, как бы, ну, направления. Даже в те времена были судыки, да? Были фарисеи, были книжники, ну, самые нейтральные, как бы, ну, просто изучали Писание, допустим. Но, в принципе, им всем доставалось на орехи, да? Вот, как говорится, от Иисуса. Вот, потому что он и фарисеем, значит, и судыкием, и даже книжникам, и вам тоже говорили. Хотя они самые таки мирные были, как бы, особо никого не трогали. Да, но он обличал их в лицемерии. Вот, ни в чем-то еще там, там, даже там, доктринных каких-то. Хотя и бывало, что и в этом, помните, как судыки ему сказал, не заблуждайтесь, не зная Писания, ни силы Божьей. Помните, да? 22 глава Матфея, 29 стих, он сказал, что не заблуждайтесь, не зная Писания, ни силы Божьей. То есть, как бы, были такие породы, доктринальные обличения, но это редкие. В основном были, все обличения касались лицемерия. Касались именно вот того, что они говорят, но не делают, да? То есть, учат, как они учат поступать, а так делают, а так не учат. Но, как они поступают, так и не подражаются им в этом. Так, не удавил я вас? Нет еще? Нет. Ну, я расскажу об этом. И вот, значит, они сидели вместе, ну, возлежали, вот как вы сейчас возлежите, допустим, да? Вот, в принципе, в то время не было стульчиков таких, столиков, значит, возлежали. Как на Востоке сейчас, в Азии, допустим, да, уже есть такие стульчики, такие примеры. Именно возлежали такие, значит, и вот они возлежали все, и кушали это мясо, значит, вино, хлеб, пресный, пресный хлеб, без закваски всякой. Это маца. Почему маца? Потому что в Новом Завете Павел рассказывает, Коринфянам пишет, что маца, опресники, это знак чистоты и истины. А опресники чистоты и истины. А заквасное, заквашенное, квасное, да, дрожжевое тесто, проще говоря, да, это образ порока и лукавства. То есть, образ порока и лукавства. Это вот Павел пишет апостолам Коринфянам. Хотя Коринфяне в основном были верующие из неевреев, но им нужно было знать, как бы, очень многие эти вещи, которых верующим всем положено знать, в принципе. И вот, значит, и, то есть, квар, поэтому праздник Пасхи имеет еще в Библии второе название, да, праздник опресников. Или дни опресничные. То есть, праздники мацы, праздники пресного хлеба. Это хлеб, означающий непорочность, да, нелукавство, прямо противоположное к квасному. А еще этот хлеб, называемый порой хлебом бедности, хлебом, как бы, ну, это хлеб свободы. Знаете, как говорится, лучше, значит, как говорится, с мацой, но на свободе, чем с макаронами, но по расписанию, как говорится. И вот, как бы, то есть, вот, то есть, получается, свобода, пусть даже с таким пресным хлебом, вот, как бы, смысл всего этого. Чем там дрожжевой, там, и, может быть, и вкусный хлеб, но, значит, вот, быть слугами фараонов, значит, в рабстве. И свобода, вот, по Писанию, это не просто то, что внешне нас освободил Бог, да, а свобода, которая еще и внутри, в первую даже очередь, которая внутри нас. Как один очень мудрый человек сказал, ну, не просто сказал даже, а написал в стихотворении в Петропавловской крепости. Там, значит, есть такая, значит, есть внутренняя, если кто был в Питере или бывает, там на экскурсии водят, показывают эти камеры, показывают, вот, как содержались узники. Там, там, на стене, там, внутри крепости были разные эти, как бы, уровни, вот, самых опасных преступников сажали во внутренние, как раз, эти вот камеры эти. Бежать туда было практически невозможно. Толстенные, огромные стены, вот, просто каменные мешки, значит, огромные, там, толстенные двери эти, решетки, то есть, вообще, как бы, ну, гиблое место такое. И люди там годами сидели в этих одиночках, этих, вот, с ума сходили, но там были верующие. Там не только были политические преступники, там были и верующие, содержались при его царском самодержавии, там были баптисты, там, штунда, там, молокани, духоборы, там, очень много было узников совести в то время. Потому что в то время, к сожалению, хотя официально было православие, христианство было, но, к сожалению, свободы такой и не было для человека. Была принудиловка такая, система была такая, нехорошая, неправильная система. Потому что, даже если это, как бы, ради благого, как бы, намерения, ради благого, как бы, такого пожелания для народа, но насильный мил не будешь. Знаете ли, и даже если, к примеру, президентом или, там, императором, да, он понимает, что нужно вот так вот всем верить, это неправильно принуждать людей к одной конфессии, допустим, к одному обряду, к одному служению, там, и прочее. И вот там были узники совести, и, значит, один из них написал такие, там, стихи, интересные, там, на стене, значит, там стихи такие есть. Со Христом, написано, со Христом и в тюрьме мы свободны, без Христа и на волю тюрьма. Вот там вообще другие, там дальше шли, стихи, вот эти, вот потрясающие вообще, потрясающие, спасибо. Теплые. Хорошо. Хотя, любезнь, это не очень хорошо? Надо, или теплый, или холодный, или горячий. Она горячая, так. Это тепло, именно. Вот, значит, ну, для здоровья все тепло, тепло лучше. Вот, значит, и, на самом деле, свобода по-настоящему, она именно со Христом и во Христе. И поэтому, вот, в Новом Завете и в Старом Завете, свобода, она только лишь настоящая, только лишь когда с Богом человек. Настоящая свобода. Не тогда, когда, казалось бы, там даже у них, ну, процветание было, а вот когда именно была, ну, к примеру, в рабстве евреи были в Египте долгое время, да, больше 400 лет, но, с одной стороны, но с другой стороны, не все это рабство было у них как бы таким и плохим, как бы. У отцов, значит, были периоды рабства такого нормального даже, очень даже хорошего, особенно в начале, как вот сыр в мышеловке, да. Вначале вообще все было хорошо. Там один из евреев был премьер-министром, как бы, значит, и все было прекрасно, и хорошую землю дал фараон, значит. И, значит, и поначалу это не выглядело как рабство даже. Поначалу это было, знаете, такое заманило бы такое было. Дьявол вначале, он, как бы, провестил, вот, как бы, хорошей жизнью в Египте, не то, что в пустыне, значит, там, хорошие земли, скотину разводите, живите, как хотите. Вот, значит, а египтяне, у них своя культура, ну, мы же будем жить, вот, как бы, хотя Бог не повелевал жить нам в Египте, но он иногда, иногда есть Божья воля, да, а есть Божье попущение. Когда говорят, ну, хорошо, иди, значит, но это не на пользу бывает, как тому, этому Валааму, да, ну, ладно, иди, а сам же послал ангела, чтобы убить его. Парадокс, казалось бы, да, а потому что есть Божья воля, обычно сначала Бог говорит свою волю, не ходи. А тот, ну, Господь, ну, особенно, когда они показали ему башиш, там, или, как назвать, деньги эти, показали, значит, там, как бы, Валаам пошел опять спрашивать Бога, о Господе, ну, может, все-таки пойти с ними, как бы, все-таки люди серьезные, богатые, как бы, значит, там, и предлагают неплохие вознаграждения за все это. Вот, значит, и Бог говорит, ну, хорошо, иди, а сам послал ангела, чтобы убить его, представляете? Причем, потому что есть Божья воля, а есть Божье попущение. Вот, значит, и вот то же самое, не было Божьей волей совершенной, чтобы потомки Абрама, да, значит, жили в Египте. Ну, было Божье попущение, хорошо, иди, но вам же хуже будет. Это была мошеновка. Лучше было поголодать еще пару лет, вот, значит, в Куроголад жить, значит, в пустыне, чем потом 14 лет локти кусать. Знаете, вот, и вот такая история исхода. Ну, ладно, я еще, вот, по поводу вот этого, как раз шестая глава, шестого, седьмой, восьмой стихи. Это тост. На пасхальном седере, это тосты. Поднимались бокалы, первый бокал, первая чаша. Это вот стихи вот эти. Я Господь, и выведу вас из-под иго египтян. То есть, первый тост на пасхальном седере, это за свободу из Египта. Чтобы Бог нас вывел из Египта. Потом опять-таки мясо, опять горькие травы, посоленая вода, значит, означающая слезы наши пролиты в рабстве, значит, там, и овощи, там, и, значит, ну, и маца, конечно же. Пресного хлеба едим много обычно на вот таких вот пасхальных, таких служениях, домашних таких, или же церковных таких, на современных наших уже седерах. И, значит, и потом приходит время второго тоста. Второй тост, это слова следующие. И избавлю вас, написано, от рабства их. Это, значит, второй тост. Первый то, что мы вышли из Египта, а второй то, что Египет вышел из нас. Что мы освободились от образа мышления египетского, материалистического, оккультного, демонического. Вот. Потом опять едим мясо, значит, травы горькие эти, значит, соленая вода. Значит, и вот дальше третий тост. Третий тост, это вот. И спасу вас, написано, мышцею, простертую и судами великими. Это окончание шестого стиха. То есть, третий тост, когда приходит время третьего тоста, то, кто там тамадой был, я не знаю, на этом как бы, ну, может быть, сам Иисус. Может быть, кто-то, может, тот хозяин дома, кто предоставил свое жилище для вот этого вот тайной вечи. Может, тот мужчина, что нанес в воду, я не знаю, кто там был у них. Может, кто-то из апостолов, из учеников. Но третий тост обычно, когда провозглашается, то вот эти стихи говорятся как раз, что Бог обещает спасти нас мышцею, простертую и судами великими. И вспоминаются обычно, ну, всеми участниками, или тамадой, или же, может быть, один человек все это рассказывает, допустим. Вот казни египетские, что Бог сделал, чтобы нас спасти из рабства. Вспоминаем все эти вещи. Эти казни египетские, что море стало пешеходным, что даже в пустыне Бог нас кормил. Вот это все ради нашей свободы, слава Богу. Что даже по пустыне ходить, да, и ноги не пухли, и, значит, и одежда не ветшала. То есть, это чудо, реально люди видели, реально чудеса. Из камня вода потекла, горькая вода стала хорошей водой. То есть, сказал, ну, много чудесного. Даже мясо на Бог набросал иногда. Вот так вот даже. Но, как бы, не на пользу, правда, было все это. И вот, значит, и в это время, на третьем тосте, как раз мы обычно вспоминаем еще и чудеса, которые Бог совершил в наших судьбах. Ну, уже в новозаветном формате таком. Потом, четвертый тост, это вот восьмой стих, ну, седьмой стих, вернее. И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под иго египетского. Четвертый тост, когда бокал поднимается, тоже произносится благословение традиционное. Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенной, давший нам плод виноградной лозы. И дальше молимся. И вот, значит, говорим, что Господь принял нас себе в народ. Мы теперь народ Божий. Некогда не народ, ныне народ Его. Некогда не помилованы, ныне помилованы. Вот, и как вот в то время, когда Бог вывел отцов наших из Египта, Он провел, значит, путем определенным, привел к горе и дал заповеди. И, по сути, сделал своими рабами. То есть, вот парадокс, да, настоящая свобода, это быть, ну, рабом Бога. Представляете? Вот интересно очень даже. То есть, это не свобода, как свобода делать, что хочешь вообще, жить, как хочешь. А настоящая свобода, оказывается, жить с Богом. Жить под Его властью теперь. Оказывается, человек, он не может быть сам по себе, ну, по крайней мере, долгое время. Он так устроен, мы так устроены люди. Мы обязательно, мы чем-то наполняемся. Мы не можем быть порожними такими. Как вот тоже отцы в некоторой древности говорили, что, значит, человек, как сосуд, который не может долгое время стоять пустым, он чем-то наполняется. Ты или одним наполняешь, или другим наполняешь, но чем-то наполняешь. И вот раньше были наполнены Египтом, но придя к горе, стали наполненными Богом. 40 дней, 49 дней Бог нас просто вытрясывал, как бы, как бы, убирал из нас вот это старое, как бы, значит, хотя потом еще 40 лет это продолжался процесс, по большому счету. Переперестройки вот этого форматирования такого, знаете ли, нового мышления совсем, покаяния. Потому что, по сути, вот, 40 лет Египет выходил из нас, процесс освобождения от образа мышления. Потому что, откуда был этот ропот, все эти вот вещи, там, а почему так, а почему то, видимо, мы вспоминали люди, озирались назад, думали, лучше бы мы остались бы там вообще, там и лук, и чеснок, и мясо, там, и все, и макарону просто писали. Все, как бы, лучше там, значит, век свободы не видать, значит, там, и, как бы, и прочее. Они плакались, и даже настолько, доходилось до того, что брали камни и хотели убить Моисея. Представляете себе, после всех чудес, после того, что они все это видели, кажется, ну, как может быть. А почему? Потому что раб, убить раба в себе было очень сложным. И вот из того поколения, что вышло, я говорю, вот, очень мало дошло до финиша. Из 600 тысяч мужчин призывного возраста, 600 тысяч, представьте себе, 600 тысяч мужчин призывного возраста, плюс еще женщины, дети, там, да, старики, вот, ну, 600 тысяч мужчин призывного возраста, кто мог носить в руках оружие. Значит, только лишь два человека вошло в Ханаан. Вот статистика какая-то. То есть, на старте 600 тысяч человек, представьте, марафон такой, да, вот, а на финишной черте только лишь два человека. До финиша зашли только два человека. Даже Моисей не пересек черту туда. Он был уже на финишной, уже все. Вот уже ленточка. Казалось бы, все, вот сейчас пересечешь ее и все. Войдешь в Ханан, в землю обетования, в которую Бог клялся дать Авраму, Исааку, Якову и потомству. Нет, он не пересек это тогда. Хотя Бог о нем приготовил нечто лучше даже. Вообще-то, как бы без Нового Завета непонятная история с Моисеем. Я разговаривал с этими раввинами. У них есть парадоксальное богословие. С одной стороны, Моисей – кратчайший человек и величайший служитель, и пример. С другой стороны, как говорят, облом. Он увидел, посмотрел, Бог даже сказал, посмотри всю эту землю. Но не войдешь в нее. Каково обидно, а? Но в Новом Завете мы теперь знаем, что Бог не сделал подлость своему человеку, слуге, который был верным. Вот, значит, Бог о нем приготовил, ему приготовил лучше даже. Он ввел его таки в землю туда, но в другом качестве вообще. Когда Иисус на горе Преображения разговаривал с кем? С Ильей и Моисеем. Представляете себе? То есть Моисей таки попал туда, в землю обетовонную. Он больше того, он был самым счастливым из всего опыта того поколения, потому что он лицом к лицу увидел Мессию, увидел Христа. Представляете себе? Он не просто вошел в землю обетовонную, он увидел самого Иисуса. Лично. Но Моисей, как и Илья, они не пережили смерть в таком нашем смысле этого слова. Как выход из тела, разложение тела, как написано, тело без духа мертво. Вот евреи перевели всю гору, но не нашли тело Моисеева. Мы знаем из Библии, что был даже спор о теле Моисеевом. То есть дьявол претендовал тоже на тело определенное. Потому что смерть должна была пожать. И этот колосок, будем так говорить. Но Господь предусмотрел и о Илье, и о Моисее нечто другое совсем. Они перешли в другое измерение, можно так говорить, прямо с телом. Как в последнем поколении верующих написано в Библии. Те верующие, что дождутся пришествия Иисуса, Христа, Его возвращения, написано, при гласе Архангела, при трубе Божьей, Господь сойдет с неба. И мертвый во Христе воскресен прежде. То есть он будет знаком таким, знамением будет. Потом и мы, когда оставшиеся в пришествии Господне, будем восхищены в встретении Господа на воздухе. И так все раз с Господом будет написано. То есть вот Бог приготовил, когда Павел пишет Коринфянам, что смертное поглощено жизнью. То есть не совлечься, но облечься, написано, в небесное наше жилище. Чтобы смертное было поглощено жизнью. Помните, да, Коринфянам? Потрясающая вообще история. Сейчас просто мало времени уже, но это отдельная тема вообще. Вот пришествие Иисуса Христа и те люди, что Господь заберет, они не увидят смерти в таком смысле слова, вот, обычном. Их не станет, но они уйдут так же, как и Моисей, так же, как и Илья. Хотя написано в Торе, написано, что Моисей он умер, но там это стоит слово еврейское, которое означает, можно перевести как смерть физическую, но можно перевести как просто исчез. Просто не стало его. Буквально перевод, можно и так сделать. Вот, значит, и... То есть Иисус не разговаривал с покойниками. Это не был спиритический сеанс, как некоторые представляют себе. О, там... О, не, я серьезно. Я с некоторыми даже разговаривал с батюшками. Я не молюсь за покой, за умерших уже давно. С 96-го года я не молюсь. Только я молюсь за живых людей. И мне... Я говорю, на основании Слова Божьего я это делаю. Они говорят, А как же вот Иисус разговаривал с покойником? Я говорю, с каким покойником? А вот так вот, с Мессием, он был от царства мертвых. Значит, вот не может быть. Вы что, не читаете все Библии, что ли? Вот внимательно... Можно вырвать из контекста что-то и на этом построить такие теории. Иисуса вырвать за спиритиста даже буквально. Это неправильно говорю вообще. Это извращение Писаний. То же самое... Можно взять какие-то фрагменты из Писания, допустим. Примерно сказать, вот так вот в Писании нет Бога. Два раза даже написано в Библии, да? Нет Бога. Но помыслил безумие сердца своем. Вырвать из контекста. Вот. То же самое вот почитатели, костей, да, мощей. Обычно что делают? Я этого не делаю уже давно уже. С 96-го года уже не делаю этого. Не почитая мощь, останки. Я убежден, как написано, в прав ты и в прав возвратишься. То есть без вот этих промежуточных таких состояний непонятных. То умер человек, все. Че тело держать? Надо его... Вот как в Ленин-Мавзоле лежит, допустим. Зачем? Оно нужно. Предатель земли, это по-нормально, по-христиански все. Хотя, с другой стороны, конечно, даже церковь... Я не понимаю тех священников, которые сейчас напишут Путину, там, Медведеву, там, письма, что похороните Ленина. Вырвать, чапка, рову, мачала. Вот. Как мы можем Путину указывать, что ему делать с Лениным, с их, как бы, кумиром, как бы, когда у самих кумиров таких полно вообще? Вот когда мы придадим земле уже наших покойников, тогда мы будем иметь моральное право указывать там, ну, властям, что им делать с их покойником. Как бы, вот, значит, а пока церковь это не сделала, в себе не разобрались, бревно не убрали со своего глазу, как можем на сучок указывать в глаза ближнего своего? Вот. Потому что у них там хотя бы один покойник, а у нас-то сотни, сотни вы, матери, ну, не, 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 может, не целых покойников, но, как бы, фрагменты, там, части тела. А зачем это все нам? Для чего? Это не по-христиански, это и не по-библейски вообще. Ну, ладно, господа. И вот, значит, и вот по поводу четвертый тост на пасхальном седере, на пасхальном ужине, или тайной вечере, да, вот с учениками Иисуса, это тост Бога усыновления, когда Бог принял нас с Себя в народ и дал заповеди. Кстати, интересно, еще некоторые учителя древности говорили, вот 49 дней время, ну, 50-й день, после Пасхи, праздник Шивот, Пятьдесятница. На второй день Пасхи, 15-го Ниссана, ячмень, ячмень, первый урожай, первый сноб ячменя срезался, значит, от урожая ячменя. А к 50-му дню созревала пшеница уже. В Израиле так вот. И что интересно, они говорят, ячмень обычно это пища скоту, как бы, ну, чаще всего, в Израиле. Ну, в те времена было так, по крайней мере. Значит, пшеница уже больше к человеку отношение имеет, значит, пища уже человека, тоже сноб приносился. Вот, значит, и как бы вот, и некоторые учителя говорят, видимо, в этом какой-то знак есть особый, вот, от ячменя к пшенице, от пищи скота к пищи человеческой, как бы, значит, как бы, потому что мы должны подрасти, как бы, из скотского нашего состояния, такого, стать нормальными человеками, мы должны вырасти, да, вот, то есть, 50 дней, это, ну, так, грубо говоря, от скотины к человеку, вот, значит, как бы, значит, вот, и от грешника, вот, именно, ну, к образу Божьему, восстановить себе образ Божий, вот, и очень интересно вообще, очень интересно, поэтому, вот, дни Амера, отчета Амера, обычно, как раз, вот, каждый день говорится, ну, по традиции древней, говорится о каком-то качестве, о каком-то, не знаю, человеческом, каком-то достоинстве, допустим, умение прощать, да, умение замечать хорошее в других людях, думать о других лучше, чем о себе, вот, что есть настоящее, как раз, положение человеческого, человека, как бы, с большой буквы, как помните, было сказано об Иисусе, всей человеку, да, вот, вот эту человеку, даже, как бы, распинатели, да, даже, холители, признали, что при всем, как бы, даже неуважении к нему, как бы их вражде, когда человек на кресте, уже прощает других людей, да, вот эта, человек, вот еще все, кто бы, то есть люди все равно замечают это все, даже враги замечают это, достоинство, значит, И для жизни настоящего еврея, верующего настоящего, это путь от скотского состояния, именно к человеческому состоянию. Слава Богу. А Иисус же тоже, по сути, Нагорная проповедь, это все по сути тема отчета Амера. Это все тема духовного восхождения, блаженствовать, уметь прощать, любить даже врагов. Слава Богу. Так вот, и пятый тост, он не произносится в традиционной синагоге, и в разноциальном современном иудаизме он до сих пор не произносится. Пятый бокал наливается, но он так и украшает лишь стол, как бы к нему не притрагиваются. Пятый бокал, это бокал уже мессианского царства, бокал, чаша считается уже землеобетованной. Вот этого восьмого стиха. И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Якову, и дам вам ее в наследие. Я Господь. И вот почему не пьется, потому что многие раввины еще объясняют так, что в знак печали, потому что Пасха это еще и праздник со слезами на глазах. И одно из печальных событий исхода, как раз то, что я уже сказал, что из 600 тысяч человек, вышедших из рабства, мужчин приземного возраста, только лишь два человека вошло в Ханат. Печальная статистика. И вот как бы в напоминании о том, что, как в России говорят, цыплят по осени считают. Что он не хорошо стартовавший, он блажен, да, и чемпион, а хорошо финишировавший. И Павел пишет по этому, да, к евреям, что и взирая на кончину их жизни, подражать их вере. Не взирая на старт их жизни, или на какие-то отдельные достижения в их жизни, а взирая на кончину их жизни. То есть вот как раз вот цыплят по осени считают. На самом деле, мало ли, что у тебя было начальство твоей веры, твоего пути с Богом. Многие хорошо стартуют, многие хорошо загораются, быстро стартуют. И вот порой на старте думаешь, о, точно чемпион вообще. Он вырвался, прям впереди ее несется, а потом глядишь уже, ах, ах, уже все, задыхается уже, сходит дистанция уже, все, и уже. Вот так вот. Ну, слава Богу, что наш тренер, Иисус Христос, и он не просто прошел доблестную дистанцию, он знает, как помочь нам. И даже если уже нет дыхания, дает второе дыхание тебе. И говорит, брат, вставай, беги, вот. И не то, чтобы там главное участие, а вообще, что побеждающий наследует все. И поэтому, даже если ты приходишь там, может быть, где-то и не так уж и с хорошим таким результатом, но герой тот, кто доходит вообще. Вот. Кто, значит, переступает эту черту финишную доблестно, взирая на кончины их жизни, подражайте их вере, вот, их пути. Это очень важно. Слава Богу, слава Иисусу Христу, слава Духу Святому. И вообще, очень Богу благодарен за то, что вот он нас учит, наставляет нас. И вот эта чаша, пятая, пятый бокал этот, он со времен Моисеевых, как считается, и вот до самого времени Иисуса Христа он не пился. Полторы тысячи лет фактически, его не пили, этот бокал его оставили на столе, украшали им стол, но когда гости расходились, или если были гости у них там, допустим, да, или ученики расходились, то обычно пятый бокал, он был напоминанием о том, что однажды придет Машех, Мессия, Христос, и однажды он поднимет бокал этот и свое царство провозгласит. Во времена палмудического иудаизма, уже более такого средневекового, придумали другое название этому бокалу, назвали его бокалом Ильи, пророка. Но также говорили раввины, что однажды Илья придет в одну из семей, и он поднимет этот бокал, чашу эту, и царство Христа провозгласит, царство Мессии Машеха провозгласит. То есть, этот бокал, он бокал не просто чаша вот именно Ханаана, землеобетованная, а именно царство Мессии, царство Христа. Да, слава Богу. И вот, когда после вечери написано, то есть, в самой последней вечере, последний пасхальный ужин Ветхого Завета, и уже первый, уже Нового Завета, Иисус Христос, он регламент опять нарушил. И вначале он нарушил, да, когда помыл ноги, все, и в конце он нарушил, но нарушил очень торжественно. Он сказал, после вечера, он взял чашу эту, бокалу, и опять благоставил Бога, да, благоставление, ну, традиционное, что Баруха Та Адонай, Благословим Господь Бог, наш Царь Вселенный. А потом он сказал удивительные слова. Он сказал, что если у этой чаши есть, Новый Завет в моей крови. Что это и не просто есть, а, то есть, он, по сути, вот, подняв эту чашу, пятую, да, он себя Христом провозносил, официально уже, предучениками, и кто еще там был, я не знаю. Но обычно рисуют Иисуса с учениками, но это, ну, еще нужно двоих, как минимум, еще мужчин нарисовать там. Вот, но, возможно, их было больше там на том собрании, значит, но он себя Христом провозносил официально уже, публично, открыто. Вот, и свое Царство провозносил, то есть, Царство Христа в его крови, слава Богу, и как жертвенного Агнца. И потом Иисус, они пели, а еще, кстати, он еще взял хлеб, это тоже очень важно, потому что весь хлеб к тому времени, к концу Седора, тоже должен быть съеден. Всю мацу съедили, но не съеденным оставался только лишь кусочек мацы, в самом начале Пиро, вот тот Тамада, распорядитель, он брал три листа таких мацы, обычно круглой формы, у распорядителя, по крайней мере, самые хорошие, качественные маца у него на столе, значит, перед ним. И вот три листа мацы берет, значит, благоставляет Бога, и от среднего мацы, выдвигаясь к среднему мацу, и отламывает кусок, и откладывает ее в сторону. Этот кусок называют афикамат, его никому не дают, его не едят, ну, по крайней мере, так вот, за столом. Он так до конца этого ужина, так и остается в стороне, или же заворачивает его, как правило, в дорогую салфетку. Самое хорошее, что есть у хозяйки в доме, дается для вот этого как раз события. Дорогая салфетка, ее обычно вышивают очень красиво, там украшают, а это был прообраз, оказывается, что это тело Христа, ломимое за нас. И почему дорогая салфетка, потому что он прообраз того, что Иисус был похоронен у богатого, хотя был злодеем причтен, но был похоронен у богатого, в гробе, в котором никого еще не хоронили. То есть вот это, дорогая салфетка. Значит, и Иисус, да, а почему три листа мацы до сих пор раввины не знают? Многие говорят так, ну, это, видимо, наши праотцы, Авраам, Исаак, Яков. И вот Авраам приносит Иакова, значит, Исаака, значит, поэтому Исаак ломится? Нет. Мы теперь знаем, что эти три листа мацы означают откровение о нашем боге, как отце, сыне и спятом духе. И от сына отламывается кусок, тем более, что сам Иисус, сын, Слово Божье, он сказал так, что это есть моя плоть, это мое тело, ломимое тело. Тем более маца, если, ну, все видели мацу, да, значит, она, даже по технологии, она готовится очень быстро, значит, и чтобы не было заквашивания, процесса брожения, заквашивания, всего лишь 8 минут, в общем, быстро чуть-чуть. Все готовится, выпекается, и она пробивается вся. Если на свет посмотреть, она вся пробита. Вот и тело Иисуса, оно было пробито, все действительно пробито было. Исаак не был пробит, значит, там, значит. И, так вот, и Иисус поднял пятую чашу. Вот с того времени, кстати, все изменилось. Интересно, с того времени в храме прекратились приниматься богом жертвы. Когда Иисус на кресте умирал, то завеса разорвалась вообще сверху донизу. Это был знак такой. А завеса была толстая завеса. Больше того, это была завеса, закрывающая святое святых. То есть, это был знак такой от Бога, что Бог открывает свое царство для всех. Как говорится, все, день открытых дверей наступил. Все, добро пожаловать в царство Божье. Завеса разорвалась. Хотя священники потом поступили очень подло, конечно. Очень подло. Они зашили завесу, возобновили служение, списав все на несчастный случай, на совпадение. Но, как говорится, прыщ просто отнес кочет. Тем более, что касается вот такого святого, тем более святого святых, куда только лишь раз в год первосвященник заходил с кровью жертвенного агнца. И это не просто было совпадением. Действительно, Бог произнес свой приговор. «Се оставляется дом пуст». Этот пуст, это дом в Иерусалиме, единственный дом, который может так называться, это дом Божий. Как вот единственная книга, это Библия. Есть такой рассказ о последних днях Марка Твена, это великий американский писатель. Он много работал, много писал. У него была богатейшая библиотека, сейчас в Библиотеке Конгресса США, есть отдельная его выставка. Это его книги. И полностью, всю жизнь собирал. Порой не доедал, не досыпал, но коллекционировал, собирал, у него как хобби такое, все жизни было. У него была богатейшая, в тот момент была самая крупная библиотека вообще в США. Его частная библиотека. И вот, значит, когда он умирал, он попросил сына своего, сказал ему, «Сын, почитай книгу». Тот говорит, «Какую, отец? У тебя огромнейшая библиотека». Вот, и твою книгу какую-то, или же какого-то другого автора. А он сказал ему такие слова, «Сын, только лишь одна книга подлинно может называться книгой, это Библия». Вот, все остальное – это не книги. Вот, значит, и сын стал читать Библию, и вот при словах этих библейских, писатель великий ушел в вечность. Вот, интересно, и то же самое. Вот, есть одна книга, да, это Библия. Слава Богу. И Господь наш, Он да благословит нас. И вот, когда и в доме, много домов в храме, много домов в Иерусалиме, и дом, даже царский дом, допустим, там, патриарха, там, первозвращение, как-то не то. Самый великий дом, единственный дом, по сути, в Иерусалиме, это дом великого царя, царя царей. Потому что город Иерусалим – это город великого царя. Значит, поэтому это был храм. И когда храм Иисус осматривал, Он сказал, что камни на камне не останется, все будет разрушено. Очень страшные слова. Они исполнились буквально спустя вот 40 лет, как они были сказаны. Они исполнились буквально. Это страшная история очень такая. И вот, храм был разрушен в 70-м году нашей эры. И вот на протяжении последних 40 лет, после распятия Иисуса, Его Вознесения, потом Воскресения, Вознесения, значит, на протяжении 40 лет последних в храме приносились жертвы по-прежнему. То есть священники списали все на несчастный случай, трагические совпадения, может быть, завесу зашили, возобновили служение. Раз в году первосвященник, опять-таки, заходил с кровью жертвенного животного туда, в храм, но Бог не принимал уже жертву. Даже в Талмуде, в книге, казалось бы, не заинтересованной никак в распространении христианства, но есть косвенное подтверждение правдивости Евангелия и правдивости личности Иисуса, как Христа, Ишуа, как Машеха. И самое удивительное свидетельство как раз в разделе Йома, рассказывающей о Йом-Кипур празднике, когда раз в году первосвященник заходил во святой святых с жертвенной кровью. И написано там, что последние 40 лет Бог не принимал жертву Своего народа. Были многие проверки, священники узнавали, принял ли Бог или не принял, по-разному. Узнавали, в числе прочего, у них была своя традиция даже определенная. Они брали за основу местописание из Исаии, пророка, который говорил, что если грехи ваши будут как багряные, в еврейском буквальном тексте говорит, если грехи ваши будут как окровавленная тряпка, Бог говорит, я ее выбелю, вычищу ее, она станет белоснежной. И священники делали буквально, когда козленка этого ритуально обескравливали, сливали всю кровь в посудину, то, значит, в эту кровь обмакивали лоскуты материю, нити белоснежные, они пропитывали кровью их и привязывали в храме. И священники наблюдали, смотрели. Если на протяжении этого дня, этого приношения, лоскуты становились белоснежными, священники объявляли народу, что Бог принял жертву Своего народа. Если оставались кровавыми, священники говорили, Бог не принял жертву Своего народа. И вот в разделе Йома говорится, что сорок лет, там три раза по сорок даже говорится, три раза по сорок, первых сорок лет при некоем Шимоне Цадике, то есть Симон Праведник, каждый год принималась жертву на Йом-Кипур, каждый год нити становились белоснежными, лоскуты становились из кровавых, превращались в белоснежные на глазах у священников. И это было знаком добрым, что Бог принимает жертву народа Своего. Потом было сорок лет написано неопределенности. Сорок лет временами да, временами нет. Это земная жизнь Иисуса Христа. Интересно. А потом, последних сорок лет написано, никогда не принимала жертву на Йом-Кипур. Никогда. Последних сорок лет, пока храм существовал. Храм был разрушен в 70-м году н.э. Отнимаем сорок лет, получаем 30-й год н.э. То есть, время как раз распятия Иисуса Христа. Потому что его распяли, получается, в 30-м году н.э. Потому что рождение Христа, оно было в 3-м году, получается, до нашей эры. До, как, ну, официально принято считать сейчас, допустим, у нас 2013-й, да? Но, по особенности говоря, уже 2016-й, даже 2017-й скоро уже. Так что, поздравляю вас. С новым открытием. С новым открытием, да. Но об этом отдельная моя лекция есть. Я об этом рассказываю. Привожу данные и астрономические, лаборатории НАСА, вычисления. С помощью новейших компьютеров, технологий. Просчитали время рождения, значит, наблюдение за звездами, значит, положение созвездий даже. И текст из Писания. Очень много соответствует как раз тому, что Иисус родился. Ну, ладно, потом расскажу. Короче, в сентябре, ни в декабре, ни в январе вынужден расчаровать и традиционных православных, и католиков, и многих протестантов. Ну, Иисус таки родился, самое главное. Слава Богу. Но самое главное, что Иисус родился в сердцах наших. Это наиважнейшее вообще, самое важнейшее. Да. Но, хотя, в принципе, есть из Писания тоже косвенное этого подтверждение. Допустим, Иисус родился во время переписи населения. А перепись населения проводилась в летнее время, значит, и она уже к концу сентября уже точно заканчивалась уже по всей империи римской. Вот, и она уже ни октябрь, ни декабрь, тем более ни январь, она не проводилась никогда. Вот, перепись населения Кесаря Акуста. И тем более Иисус родился во время царя Ирода, да, а Ирод умер, получается, третий год, значит, до нашей эры. То есть, получается, опять не состыковочка. Вот, значит, и пастухи были в полях с животными, значит, когда получили они откровения, да, ангелы явились им, поющие там, слава Богу, вышних там. Вот, и на земле мир, человеком благоволение. То есть, получается, это лишь в Израиле в летнее время сезонно рабочие со стадами были в полях. То есть, в зимнее время всегда животные в вертепах. В вертепы загонялись в конце сентября, начало октября, это уже 100% животные были уже в вертепах. И тем более, что Иосиф с Марией были помещены в вертеп, значит, да, в пещеру, где их раз родился Христос. Вот, значит, а вертепы использовались как гостиницы дешевые или бесплатные, даже ночлежки, значит, именно в летнее время, когда животных там не было. Когда животных выгоняли летом, значит, то в поля уже, они до самой осени были в полях сезонными рабочими. Вот, когда животных выгоняли, делался небольшой ремонт в этих пещерах, все облагораживалось и устраивалось это все, либо использовалось, либо под бизнес, либо под гостиницы, либо вообще бесплатные ночлежки какие-то. Некоторые бедные люди проживали там все время, значит, года, тем, кому некому, ну, погорельцы всякие там и прочие люди, бомжи там, значит, и прочие. Вот, значит, и возле Рифлеема использовались также эти, археологи доказали интересную вещь, что возле Рифлеема пещеры, их нашли очень много, там, десятки разных пещер, больших и малых, вот, которые использовались для загона, как для скота. Вот, и во время ненасти, и вот в зимнее время именно как раз, буквально, перевода. Так вот, что интересно, вот эти пещеры возле Рифлеема использовались под бизнес. Почти все пещеры, следы сохранились этого бизнеса. Выделка этих тканей, значит, и хранилища, хранение этих тканей, ну, по-нашему, как называемых, саванны, там, допустим, да, вот, ну, для покойников, вот эти вот, плащаницы, о, плащаницы, пелены. Их очень много производили, складировали и потом продавали их. Значит, это уже к осени, уже развозили по всем точкам, уже, по всему Израилю. Ритуальные услуги. Ритуальные услуги, да. Это был бизнес, и все знали, что там можно купить, потому что в других регионах тоже пробовали, но бизнес не пошел. А Рифлеемский очень хорошо пошел, значит, бизнес. Значит, и знак, представьте себе, да, значит, Иисус родился, и пастухам было сказано, вот вам знак, знамение какое. Вы найдете младенца, лежащего, спеленного в пелены и лежащего в яслях, буквально спеленного в погребальный саванн. Ну, немного странно, конечно, да, представьте себе, значит, ребенка спеленного, ну, это, понятно, не спокойненько, да, это чистое. Но Иисус родился, видимо, чуть раньше срока, как бы, значит, положенного, возможно, 38 недель, значит, а тогда от отчета, хотя, в принципе, это нормально считается рождение, значит, вот, значит, тогда, получается, зачатие его было на Хануку, вот. Если по Ави в очереде, то, значит, все совпадает у нас, в принципе, на середине сентября. Значит, и, значит, и Иисус был спелен в такие пелены, на самом деле. Ну, мама его явно была не суеверных женщин, явно не суеверных женщин, да, значит, многие бы сегодняшние мамы испугались бы. Ну, конечно, представьте себе, значит, да, пеленки, значит, вы пришли, значит, в магазин, мне нужны пеленки для новорожденного, а, извините, у нас только остались ритуальные услуги только, значит. Да ничего страшного, это же пеленки, пеленки, ну, давайте мне их, вот. А плюс еще, когда Иисус родился, пришли волхвы, и они туда же, представьте себе, значит, волхвы-то, золото, ну, понятно, значит, привезли там кейс, там, с наличкой, значит, все хорошо. Значит, у одного был хороший подарок, у другого были принадлежности такие, как для священника, тоже все прекрасно, все очень красиво, значит, да. А у третьего, представьте себе, что было? Смирно. Для покойника. Это слишком много стресса для женщин, для мамочки. Представьте себе, из роддома выписали, да, гости пришли, значит, там, значит, и люди дарят разные вещи, допустим, значит, да, значит, для новорожденного, для мамочки. А кто-то принес, значит, погребальный веночек, значит, там, значит, делает тапочки, мало ли чего, как бы, ну, как бы, понимаете ли, но явно Мария и Иосиф были не из суверных людей, значит, они приняли, даже это. То есть, ну, даже в этом, но это было не просто, чтобы, как бы, значит, испортить настроение Марии, да, значит, это чтобы было приготовить ее к будущим испытаниям, в дальнейшем. А потом еще, представьте себе, в храме уже, да, когда Иисуса, да, значит, было время обрезания же, да, значит, и самое интересное, значит, вот на Средине мы вспоминаем это все каждый год, да, что было сказано еще Семеновым, что тебе само оружие пройдет душу. Представьте себе, еще было пророчество даже, что откроется по машине многих сердец, то есть это будет супер испытание. Но когда Бог говорит страшное пророчество, это не для того, чтобы нас, как бы, унизить и убить вообще, да, а чтобы нас приготовить к чему-то, чтобы нас, наше сердце, приготовить к будущим испытаниям. Поэтому пророчества бывают и такие. Ау, дау, время. Так, господа, время подходит к концу, но сегодня вечером я буду говорить тоже, ну, больше, наверное, о Шевоте, о Писякнице, вот, и буду свидетельствовать. Сейчас записи все будут на Ютубе, правда, у нас, я не знаю, насколько это будет качественно, но, по крайней мере, будет слышно, я думаю, значит, и даже нишу можно будет послушать в эпизодах, значит, да, значит, и самое главное, знаете что, чтобы, вот, резюмировать, чтобы мы были свободны, мы должны позволить нашему Освободителю, Иисусу Христу, в нас, совершить это чудо. Без Него мы ничего не сможем сделать, без Иисуса Христа, без того, кого мы называем действительно агнцем Божьим, закланным от века, закланным даже, больше того, воскресшим, живым. Без Него нет ни веры нашей, ни христианства, ни то. Если Христос не воскрес, вообще написано, ну, и вера наша тщетна, вообще. Мы верим, действительно, что Иисус умер за нас, Он воскрес для нашего оправдания, вот, и Он, и как и вчера, так и сегодня, Он тот же самый, Ему вся слава. Спасибо, Господь, за этот день, спасибо, Господь, что Ты сегодня с нами, спасибо, что Ты спаситель наш Иисус Христос, и вчера, и сегодня, и во веки, и тот же. Благодарю Тебя, Господь, Мессия, за то, что, действительно, Тебе дано имя превыше всякого имени, дабы пред именем Твоим склонило всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал Тебя во славу Бога, Отца, Аминь. И ни в ком у нас нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым нагляжало бы нам спастись. И никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Ты, Иисус Христос. Благослови нас, распусти с миром, и пусть Твой шалом будет в наших сердцах. Благослови моих братьев и сестер, благослови всех присутствующих, и даже и Мишу, благослови Господь Божий, во имя Иисуса Христа, и взрослых, и детей, Господь, и пребудь с нами, Господь, до скончания века. Аминь. Шалом, мир Божий, пусть Господь благословит Вас. Субтитры создавал DimaTorzok